Арбитражный суд отклонил требования Газпрома относительно штрафов за якобы незаконно отобранные нафтогазом объемы транзитного газа. Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования нафтогаза относительно компенсации за недопоставленные Газпромом объемы газа для транзита. Об этом сообщает пресс-служба НАК «Нафтогаз». Передает экономическая правда. Подпишись на канал и поставь лайк. По решению стокгольмского арбитража. Нафтогаз добился компенсации в сумме 4,63 миллиарда долларов за недопоставку Газпромом согласованных объемов газа для транзита. По результатам двух арбитражных разбирательств в Стокгольме Газпром должен оплатить 2,56 миллиард долларов в пользу нафтогаза, отметили в пресс-службе. Отмечается, что арбитражный суд отклонил требования Газпрома относительно штрафов за якобы незаконно отобранные нафтогазом объемы транзитного газа. На сегодня между нафтогазом и Газпромом действуют два контракта – на поставку газа и на его транзит территории Украины. В 2014 году в Стокгольме были инициированы производства в отношении каждого из них. В частности, в транзитном споре речь идет о недопоставках и недоплате за услуги транзита в 2009-2016 годах. Как сообщили в Нафтогазе, транзитный контракт предусматривает, что в случае изменения условий формирования транзитных тарифов в Европе Украина имеет право требовать пересмотра тарифа. После подписания контракта был принят так называемый «третий энергопакет», и условия формирования транзитных тарифов в Европе существенно изменились. Поэтому нафтогаз и требовал привести транзитный тариф в соответствии к европейским условиям. Газпром отказывался пересматривать тариф уже более пяти лет. Именно через это нафтогаз обратился в стокгольмский арбитраж. НАК также требовал привести транзитный контракт в соответствии с европейским законодательством, которое Украина имплементировала в связи с присоединением к энергетическому сообществу. В этом деле нафтогаз требовал взыскать с Газпрома 16 миллиардов долларов, встречные требования российской компании – 6 миллионов дол. Контракт на транзит между нафтогазом и Газпромом был подписан в 2009 году руководителями указанных компаний по итогам переговоров Юлия Тимошенко и Владимира Путина. Он рассчитан на 10 лет, до конца 2019 года. Отметим, что в 2016 году Газпром поставил на неподконтрольные Украине территории Луганской и Донецкой областей 2,4 миллиарда куб. М газа, что на 40,6% или на 0,7 миллиарда куб. М больше, чем в 2015 году. Кроме того, в конце июня 2017 года российский монополист сообщил, что поставил на оккупированный Донбасс газ объемом 5,5 миллиарда куб. М. На сумму свыше 1 миллиард долларов. Следует отметить, что руководство Газпрома неоднократно заявляло, что поставки газа в Эрдло продолжаются на основании контракта с нафтогазом от 2009 года. В феврале этого года Газпром заявил, что задолженность нафтогаза за газ, что поставляется с 2013 года до первого квартала 2017 года, составляет 3,3 миллиарда долларов. В свою очередь, нафтогаз неоднократно заявлял, что будет оплачивать Газпрому только заказанные и принятые поставки природного газа, тогда как декларируемые им поставки газа на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей к таковым не относятся. В нафтогазе отмечали, что компания не берет газ по контракту с Газпромом на государственную исполнительную службу прохоровкой и платовой на границе с РФ. Напомним, что стокгольмский арбитраж отказался обязывать Украину платить за газ, который Газпром самовольно поставлял на неконтролируемые территории Донбасса, но долг записывал на нафтогаз. Продолжение следует...